МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И Елена Иванова, директор Финно-Угорского этнокультурного парка. Здравствуйте. Доброго дня. Здравствуйте. Слушатели, много ли вы знаете о достопримечательностях, природных объектах, исторических объектах, которые находятся на территориях, которые граничат с Кировской областью? 211-101, номер телефона прямого эфира. Звоните нам, пожалуйста, и рассказывайте о своих впечатлениях, может быть, даже о тех, которые возникли этим летом. Что вы делали этим летом? Давайте мы узнаем. Были ли вы в соседних регионах, что вы повидали, что узнали? Может быть, какие-то особенно вас впечатлили объекты? Пожалуйста, мы хотим выслушать. Потому что сегодня мы действительно будем говорить о туристическом потенциале именно этой республики Коми. Но все-таки хотелось бы знать, куда вы выезжаете из города Кирова, в каких направлениях, когда вы не едете далеко. Вот на машину сели, да, за руль и поехали с семьей куда-то. Очень интересно узнать. И к этой теме мы приурочили опрос на сайте эхо-кирова.ру в нашей группе ВКонтакте. Он звучит сегодня следующим образом. О достопримечательностях соседних с Кировской областью регионов. Что вам известно? И много ли вам известно? Много, достаточно, мало, ничего не известно. На сайте эхо-кирова сейчас лидирует ответ «мало известно». 43% отвечают так. И по 28,5% ничего не известно и достаточно. Много не говорит никто. Это хороший показатель, мне кажется. Это значит, у людей есть потребность узнавать больше. А что ВКонтакте у нас нет? В ВКонтакте та же самая картина. То есть лидирует ответ «мало», «ничего не известно» и «достаточно» по 20%. И у нас сегодня задача, конечно, следующая. Чтобы наши гости, специалисты в области туризма рассказали о том, что, собственно, можно увидеть в республике Коми. Потому что с этой целью они приехали сегодня в Киров. Благодарим, кстати, Андрея Скального, который нам подбросил эту тему на прошлой неделе. Андрей Борисович, министр культуры, приходил к нам рассказывать о новом культурном сезоне. И сказал, что вот теперь туризм в Кировской области отдан как раз культуре. И, кстати, приезжают наши соседи. И мы за эту информацию, конечно же, уцепились. Тут же связались с Центром туризма и попросили, чтобы гости наши пришли к нам. И вы только что приехали, правильно? Да. Только что приехали. Расскажите, пожалуйста, во-первых, кто вас и с какими целями сюда пригласил, чтобы наши слушатели ориентировались, что вы делаете здесь сейчас в Кирове. Елена. Мы приехали сюда по приглашению и по согласованию между нашими губернаторами, губернатором Кировской области и главой Республики Комия. Мы очень рады, что мы у вас находимся в гостях. А ближе микрофон, пожалуйста, Хелина. Как показывает ваш соцопрос, мы приехали не зря. Нам есть что рассказать. И мы видим, что это интересно. При этом я хочу сказать, Светлана, можно я поздороваюсь по коме? Да, ой, давайте, конечно. Бурасы, Киров, Саолыщ, Яс. Вот. Мират, пырыщ, пукаламтаны, талун, тая студияс. Вот сбылищ, радащ, и сбылищ, радащ, мы имелоктым тьянкара. Перевод. А талун, видите, шам тьяна, срыт нас в туризм-центре. Так, переведите, переведите. Ну, это буквально. Мы поняли, что с нами рядом коми. Это тоже один из мотивов, чтобы приехать в Кировскую область, услышать. Ну, коми у вас частично тоже есть, да, проживают локально. Да, поэтому мы коми-республика, у нас проживают, да, и Елена Васильевна у нас представитель тоже коми-населения, да, коми-национальности. Но это не значит, что у нас все-таки очень много и других национальностей. Я просто к тому, что каждый ведь находит какие-то интересные вещи, зачем ему приехать, и что... Мы об этом сегодня поговорим. Да, что интересно было видеть. Поэтому перевод. Я поздоровалась с кировчанами, и мы очень рады, что мы сегодня у вас. Мы не жалеем, да, Елена Васильевна, Елена, что мы здесь. На самом деле с Кировом у нас очень давние связи. Мы буквально вот год назад проводили круглый стол у нас в республике по взаимодействию, как раз по развитию туризма. И нужно сказать, что, кстати, показатель очень неплохой именно в том плане, что наши жители, я думаю, что основной контингент посетителей и потребителей услуг санаторно-курортных Кировской области, это наши жители, да, республики Коми. А нам бы так хотелось, чтобы и к нам тоже ездили. Вот мы сейчас об этом будем говорить. 211-101 номер телефона прямого эфира. И мы рады будем всех видеть. Подключайтесь к нам. Я тогда для затравки просто свой опыт расскажу. Я в Коме была несколько раз и в зимний, и в летний период. Что меня поражает? Ну, во-первых, надо сказать, приятно, что сейчас магистраль между Кировом и Сыктывкаром практически в идеальном состоянии. По-моему, пару только участков осталось, которые еще ремонтируют. Причем их ремонтируют очень серьезно. Это будет и есть уже такая основательная дорога. Можно просто сесть в автомобиль, втопить педаль и доехать до Сыктывкара достаточно быстро. И вот это ощущение, когда как будто бы горизонт уплощается, небо опускается на землю, деревья становятся меньше. Это в какую-то другую реальность, в такую тонкую, чистую, звеняющую попадаешь. Это вот абсолютно четко понимаешь, что ты едешь на север, и чувство совершенно неподражаемое. Мы, естественно, с Никитой готовились к эфиру и смотрели презентации, фотографии, описания туристических зон и кластеров в Коме, республике, о которых мы сегодня будем рассказывать. И у нас есть ощущение, что хорошо бы, чтобы были какие-то туры выходного дня, чтобы можно было приехать и посетить ваши туристические центры и достопримечательности. Наверное, в течение сегодняшнего эфира мы все-таки поймем, насколько это для нас доступно, насколько перспективно в ближайшее уже прямо даже время. Напомню, что мы делали эфир, посвященный развитию туризма два года назад, когда эта тема активно обсуждалась и развивалась и в Кировской области тоже, и подключали тогда специалистов из Коми. И я тогда приводила в пример нашим чиновникам большую программу, которая была разработана в Коме. 15-20 год развития туризма в республике. Очень серьезный научный подход. Статистические данные, которые были доступны на тот момент, все учтены. Поставлены четкие задачи. И самое главное, что вот там прозвучало в этой программе, это то, что развитие туристического бизнеса в регионе, и это экономическая составляющая в наполнении бюджета республики. Я-то считаю, что это очень правильный подход, потому что где есть бизнес, где есть деньги, там есть серьезное развитие. Но мы об этом тоже сегодня поговорим. Все-таки вернемся к приглашению, которое вы получили от нашего правительства. Вы приехали сегодня сюда, чтобы презентовать туристический потенциал Коми. Я так понимаю, перед специалистами, перед турагентствами? Да. Где будет встреча, какая и во сколько? Встреча у нас будет в 18 часов 30 минут. На Спасской 47 в Центре развития туризма. Мы приглашаем, безусловно, всех желающих принять участие в презентации. Нашей целевой аудиторией являются это туристические агентства и туристические операторы Кировской области. И, возможно, даже других регионов, если они вдруг находятся у вас здесь с визитом. Ну и представители, конечно, средств массовой информации. Да, очень активно у нас в этом смысле работают блогеры. Блогеров тоже не забудьте пригласить, потому что им всегда это очень интересно. А простым гражданам можно будет прийти? Да почему нет? Я думаю, что Центр развития туризма – это ваша такая точка притяжения. Мы-то, конечно, общаемся. И я, например, очень внимательно отслеживаю их социальные страницы, в социальных сетях. Но я хочу добавить, что в 18.30 это у нас непосредственно презентация, но мы уже начинаем работать в 14 часов. Мы готовы к общению именно в Центре развития туризма. То есть это и площадка для каких-то обсуждений, представлений наших проектов, турпродуктов. Поэтому вот как раз там, как сейчас можно говорить, B2B мы готовы пообщаться. Можно прийти прямо и там встретить Наталью Магарову и Елену Иванову и поговорить, задать необходимый вопрос. Самое главное, что там у нас будет, мы привезли достаточно много видеоматериала, которые можно будет посмотреть. Мы готовы показать наши природные объекты. Можно будет поделиться этими материалами, которыми необходимы для работы. Конечно, конечно, конечно. Однозначно, мы едут у нас в ремесленную комнату, ремесленная палата с нашей сувенирной продукцией, потому что это тоже часть туризма. И мы готовы представить нашу сувенирную продукцию. И вот едет еще сзади нас автобус. У нас еще мощная команда. Коллектив народной песни «Северная околица». Это ребята просто мощные, с которыми мы везде сейчас уже выезжаем. Это и Москва, это и Париж. Только что они приехали из Санкт-Петербурга. Это молодые ребята, которые поют народную песню, но очень легкие на подъем. Поэтому приходите. Визитная карточка такая, да? Да, позвольте еще добавить. Помимо этого, к нам присоединятся специалисты туристско-информационного центра, которым также управляет государственное автономное учреждение «Финногорский этнокультурный парк». Которые привезут материалы о субъектах турбизнеса в целом по нашему региону. И информацию о тех событиях, которые ожидаются в нашем регионе до конца этого года. И также приедет выставка работ первого в мире музея искусства нефти. Который у нас открылся в мае этого года в Финногорском культурном парке. Это как? Это картина, написанная нефтью, нефтешламами и газовым конденсатом. Мы приглашаем вас. С двух часов она будет открыта для посещения. Как же изобретательный эти коми, хочется мне сказать. То есть это все будет в центре туризма? Сколько дней вы будете находиться здесь? Нет, мы планируем сегодня пока один день. Один день, надо успеть. Но при этом у нас приезжает официальная делегация. И в рамках программы официальной делегации, там достаточно абсурдная программа. Это посещение социальных объектов. Это и медицина. Да, это и медицина, это и учебное заведение, потому что официальную делегацию возглавляет заместитель председателя правительства Республики Коми Наталья Алексеевна Михальченкова, которая курирует полностью социальный блок и в том числе туризм, так как мы в Министерстве культуры и туризма и архивного дела находимся. Поэтому там достаточно обширная программа. И в том числе на завтра еще запланировано посещение двух санаториев, кировских санаториев, но находящихся в собственности. Находящихся в Кирове, но все-таки в вашей республике. Да, напомним, это лесная нофиколос. Да, 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 и поэтому завтра еще запланировано посещение этих санаториев. Мы сейчас проверемся буквально на полминуты. Напоминаем, что у нас в студии гости из Коми Наталья Макарова, начальника отдела координации туристической деятельности Минкульты, туризма и архивного отдела Республики Коми и Елена Иванова, директор Финно-Угорского этнокультурного парка. Мы к нему и перейдем сразу после перерыва. Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Уже сейчас я хочу нашим гостям открыть тайну, что вы работаете-то уже прямо сейчас, в прямом эфире, не с 14 часов в центре туризма, в доме Витберга, а именно прямо сейчас, в прямом эфире нашей радиостанции и туристический потенциал. Или все-таки туристский? Туристический потенциал. Светлана, это отдельная тема для отдельного разговора. Очень любимая некоторыми специалистами в центре туризма. Да, презентуют Елена Иванова, директор Финно-Угорского этнокультурного парка и Наталья Макарова, начальника отдела координации туристской деятельности Министерства культуры, туризма и архивного отдела Республики Коми. Мы обещали, что расскажем нашим слушателям о тех достопримечательностях и о той инфраструктуре, которым они могут воспользоваться, если они посетят Республику Коми. И уж поскольку у нас здесь находится директор Финно-Угорского этнокультурного парка, то сам Бог велел с этого парка и начать. Давайте, Елена, Вам слово. Тем более, что в презентациях предыдущих лет именно Финно-Угорский этнокультурный парк обозначался как наиболее развитый, наиболее удобный уже сейчас для туристов, для посещения. Где Вы находитесь? Что за парк? Финно-Угорский этнокультурный парк был создан в 2011 году к дню рождения Республики, на тот момент 95-летию Республики Коми. 90-летию Республики Коми. Значит, сейчас это ведущее учреждение туризма нашего региона. Как государственное учреждение мы являемся, с одной стороны, управляем туристским комплексом в селе Иб. Как переводится? Иб – это горка-возвышенность. А в Ибе семь холмов. А в Ибе семь холмов. Как в Кирове. И как в Москве. И как в Москве. Иб находится по пути следования из Кирова в Сектовкар, прямо рядом с федеральной трассой. Если смотреть от Кирова до Сектовкара, это ориентировочно 411 километров. То до Ибе от Кирова 370 километров. То есть это… Как даешь королы? Сразу так посмотрим. Кто-то в Ёжкар-Олу у нас ездит сейчас постоянно посмотреть на набережную Брюги. Если поедем в противоположную сторону, то увидим прекрасные природные ландшафты. Да. Мы управляем туристским комплексом, в котором находится конгресс-холл, гостиница, свое кафе, где вы можете отведать блюда коми финно-угорской кухни. Также в нашем введении находится туристский информационный центр, размещенный в городе Сектовкаре. Он открылся буквально… Да, фронт-офис буквально открылся в мае месяца этого года. А также… Точка очень приметная. Давайте сразу скажем, вдруг в Кировчане приедут, Елена Васильевна, где находится. Прямо в центре, в центре, возле Вечного Огня, Карла Макса 229. Вот любую информацию по направлениям туристским всегда рады. Он очень вкусно, между прочим, и красиво оформлен в стиле бренд-бука Республики Коми. Это мы сейчас говорим про туристский информационный центр в Сектовкаре. Да, туристский информационный центр. Это сервисная служба, где жители и гости нашего региона могут получить информацию о тех событиях, которые проходят в нашем регионе, о тех местах, где можно разместиться или отдохнуть. А также о тех турах, которые представляют наши компании. Давайте мы вернемся в село Иб. Почему именно этот центр, именно это село в свое время было выбрано как такой опорный пункт для развития туристской отрасли в Коми? Ну, прежде всего, однозначно могу сказать, что этот выбор не случайен. Село Иб имеет, так скажем, старинную историю. Это исконное, традиционное место проживания Коми-народа. Это Коми-село. И, конечно же, как и тогда, так и сейчас мы видим, что село Иб развивается вместе с этнокультурным парком. В комплексе и те жители, и гости нашего региона, которые посещают этнокультурный парк, неотъемлемой частью программы их визита является посещение села Иб и знакомство с культурой Коми-села. И с теми уникальными памятниками, которые там находятся. Это паломнический духовный центр нашего региона. Что вы делаете там с гостями? Как их встречают? Что посмотреть можно? Самое главное, то есть это обязательно сфотографироваться. Если принято у кого-то говорить «сыр», мы все говорим «ыб». При фотографировании. Но тут, наверное, надо отметить еще, да, хочу, Елена, добавить, что вообще я думаю, что Иб, вот один из экспертов, я уже говорила, у нас многочисленные гости приезжают на мероприятия, и, естественно, мы их возим. И обязательно показываем Иб, это обязательно в программе. И один из экспертов, проехавшись, а село сейчас, вот в том состоянии, как оно сейчас, состоит из деревень. Из 13 деревень. Из 13 деревень и растянулось на 15 километров вдоль реки Сысола. И один из экспертов просто встал и говорит, задумался, говорит, у каждого должен быть свой Иб. Это вообще было круто. Но почему говорю? То есть сейчас модно говорить о таких знаковых местах, о местах силы. И вот с этой точки зрения, если рассматривать село Иб, то это действительно для Коми изначально оно было местным силой. Оно не случайно даже древними жителями было выбрано там. Во-первых, там очень интересная мифология, связанная с селом. Это то, как наш святитель Стефан Пермский, первый епископ земли северной, приехал к ибчанам, как или к жителям Иба, приплыл на камне по реке Сысоля. А они его не приняли. Там очень... Ну вот я не буду до конца рассказывать, чтобы приехать. И чтобы вам, например, если у нас такой экскурсовод, и Вера Александровна, и Светлана Андреевна Тернина, чтобы они вот до конца рассказали эту историю, да, как же, чем она в итоге закончилась. Но что ещё хочу сказать, что в Ибе семь холмов. А у Коми считается, что холм — это особое место, поэтому старались селиться на местах. Но я уже сказала, что вдоль села течёт река Сысола. А у Коми местом силы, вот всегда старались, это когда изгиб реки, излучина. Вдоль реки, вдоль села Иб, я думала, что где-то тоже около семи-восьми излучин. А в прошлом году мне местные жители сказали, а река движется, она просто меняется. Тринадцать излучин вот она вдоль села вот таким образом идёт. Есть одна точка, как общающие экскурсоводы говорят, что это самое красивое место в мире. Это место Каргарского заказника. То есть там у нас ООПТ, это особо охраняемая природная территория, заказник Каргарский, где удивительным образом выходы, как они правильно называются? Скальные. Даже не скальные, это выходы. Но при этом сейчас находят там останки древних животных, динозавров. И это вообще отдельная тема Иба сейчас появилась. Но я к тому хочу сказать, что то, что Иб, вот Елена сказала, что не случайно появилась. На самом деле уже лет двадцать, тридцать назад в село Иб выбирали наши местные художники, писатели. Они строили там свои дачи. А с появлением этнопарка очень интересная такая тема появилась. Как-то у меня жительница Иба, у которой дом там, она говорит, у меня дом-то на третьей линии. Всё, это уже туристические термины применяют сами жители. Да, понимаете, да, потому что сегодня интерес к селу есть. Там сложно купить, например, участок или какой-то забросанный дом. И сегодня туда есть желающие именно построить дом и поселиться. Расскажите всё-таки, например, собрались мы с Никитой поехать в Иб. Не хочется нам доезжать до Сыктывкара, да, вот-вот до Ибы только, а я обратно. Как я могу устроить свою поездку? Могу ли я это сделать через интернет? Как я могу найти экскурсовода через интернет или по телефону? Как я могу зарезервировать, я не знаю, что у вас там есть, гостиницу, гостевой дом? Или снять, например, комнату на третьей линии, как вы сказали. Да, где я могу питаться, чем меня будут кормить, вот эти все условия. Ну и сколько всё это стоит? Елена? Мы вам будем рады. У нас есть гостиница. Гостиница в этнопарке находится на 48 мест. Мы готовы принять гостей, забронировать, и вы её можете через букинг, например. Так называется гостиница? Финогория. Также вы можете забронировать гостиницу по телефону этнопарка. Помимо этого, вы можете либо уже на месте, либо через сайт этнопарка отсмотреть те программы, которые проводятся нашими специалистами. Программы представлены практически каждый день. Программа выходного дня разрабатывается под выходные дни. Наши специалисты представляют, например, мастер-классы. Одним из интереснейших мастер-классов является мастер-класс с традиционными музыкальными инструментами. Сегодня также в Центре развития туризма его можно увидеть. Это уникальный мастер-класс, представляющий, наверное, более 20 природных звуков, звуков природы. Также пользуется огромной популярностью у нас такая программа, как сенотерапия. Сенотерапия проводится на Коми-подворье на Сеновале. Можно поваляться на сене. Можно поваляться на сене, потанцевать под музыку. И люди с удовольствием включаются в работу вместе с культорганизаторами, отдыхают. Также проводится... Посетив Финногорский этнокультурный парк, как я уже сегодня говорила, можно посетить первый в мире музей искусства нефти. Экспонаты из этого музея мы сможем сегодня увидеть в Доме Гитберга. Да, вы сможете увидеть сегодня экспонаты. Помимо этого, вы сможете принять участие в мастер-классе «Рэдвушпас». Что это? В Коми есть так называемый «Рэдвушпас» – это родовой знак, когда в Коми охотники отмечали свои угодья. Климо? Да. Или герб? Да. То есть это буквально пасы. Символы. Например, две палочки ставил отец, сыну передавался этот знак, но уже он что-то своё добавлял. И это фактически из рода в род передавалось, и этим отмечали дома. Этим отмечали прялки, если хозяин делал прялку, утварь домашнюю. Да. Мы немного с нашими специалистами покреативили, поскольку мы увидели, что каждому хочется понюхать нефть и прикоснуться к ней. Мы делаем теперь мастер-класс «Рэдвушпас» – родовой знак с использованием нефти. То есть наши гости могут сделать свой родовой знак, знак своего рода. Мы сейчас можем делать родовой знак? Родовой знак мы делаем в Финно-Угорском этнокультурном парке. Понятно. Сейчас придёмся на две минуты. У нас реклама. Напоминаю, мы говорим о туристическом потенциале, туристском потенциале Коми. Да. В туристском потенциале Республики Коми специально сконцентрировались на парке, потому что хочется прям представить картину, как можно осуществить короткое путешествие и получить новые впечатления. В данном случае мы разбираем, собственно говоря, Финно-Угорский этнокультурный парк. Через две минуты снова здесь. Продолжается программа «Дневной разворот». И обсуждаем мы сейчас, что нам может предложить Финно-Угорский этнический парк. А скажите, проходят ли вы скид? Давай мы ещё раз всё-таки напомним, с кем мы общаемся. Наталья Макарова, начальник отдела координации туристской деятельности Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Елена Иванова, директор Финно-Угорского этнокультурного парка. Не зря с пристрастием тут расспрашивали об этом парке мы с Никитой до перерыва, потому что правда нам интересно представить нашим слушателям такую вот картинку, как от своего места, из своей квартиры, из своей машины, из парковки можно выехать, пора ехать 311 километров, доехать до села Ипп, который располагается на 8 холмах, 15 километров. Сколько деревень вы говорили? 13. 13 деревень, 13 излучин реки Сысола. И что можно там увидеть, где разместиться? И самое главное, вы не сказали, что поесть. Вот как раз-таки о том, что поесть. В Финно-Угорском этнокультурном парке есть своё кафе, которое также называется Финно-Угория. Как и гостиница. Да, как и гостиница. В этом кафе представлена палитра, так скажем, нашей кухни, финно-угорской кухни, кухни финно-угорских народов. Здесь можно попробовать и венгерский гуляш, и эстонский суп. Это реально вкусно. Наши коми-шанешки. Кстати, в этом году прошёл на территории этнокультурного парка фестиваль. Мы сделали такой зачин. Он называется Шаньго-фест. И мы планируем... Это гастрономический фестиваль коми-кухни. Очень круто, Шаньго-фест. Мы его планируем повторить и на следующий год, усилить, укрепить. Благодаря этому гастрономическому фестивалю и нашему символу коми-кухни Шаньго мы вошли на вкусную карту России. Неудивительно, с таким-то названием. А Шаньго, правда, вкусная. Даже в придорожных кафе в Коме очень приятно. Самые вкусные всё-таки вот на парке. Так. Вот реально, вот надо попробовать. Они небольшие, но они вот... И корочка сделана так, как раньше делали. И с картошечкой, с творожком есть. Ой, не надо, обеденное время влезет. Да-да-да, с крупой, с ягодой. Вот это надо, вот это достойно. А пирожки, пирожки с капустой, тоже из тонкого ржаного теста. Вот поверьте, вот ради этого надо приехать, попробовать. Мы сейчас уже работаем над приглашением профессиональных поваров кухонь, так скажем, наших финно-угорских народов на Шаньго-фест. В 2018 году. А в какое время проходит фестиваль? В мае месяце. В мае месяце. Это открытие сезона такое своеобразное получается. Это открытый пикник. Пикник, вернее, для людей под открытым небом. Приглашайте нас. С удовольствием на Шаньги и пирожки приедем. Хорошо, вы сказали, что открывается сезон в мае. А когда он завершается? Завершается ли сезон в селе Эб? Все-таки нужно понимать, что Коми – это регион сказочной зимы. Поэтому мы не можем завершать сезон в принципе. То есть у нас уникальная, очень красивая сказка, зимняя сказка в нашем регионе. Поэтому этнокультурный парк работает круглосуточно. Наши компании предлагают услуги круглосуточно. В том числе те туры, которые мы будем сегодня представлять в Центре развития туризма, они предлагаются как всесезонные туры. Хорошо. А вот еще по фестивалям, кроме Шаньга, Феста, что у вас еще есть? Из новинок – это фестиваль воздухоплавания. Это очень красивое праздничное событие к дню рождения республики. Которое только что состоялось. И уже сейчас, подведя некоторые первые итоги, мы понимаем, что оно обязательно состоится в следующем году. Мы приглашаем всех желающих, всех гостей в августе месяца 2018 года посетить Финно-Угорские этнокультурные парки. Вместе с нами окунуться в атмосферу живого воздуха. Что там? Воздушные змеи и шары? Да. Наш фестиваль – это серия тепловых аэростатов, команды, которые прибывают к нам со всей России. В этом году было 8 тепловых аэростатов воздушных шаров с пятиэтажный дом. Мы надеемся, что на следующий год их будет уже больше. Также на фестивале были представлены квадрокоптеры, выставка, презентация квадрокоптеров. И проводилось шоу воздушных змеев. Мы очень надеемся, что на следующий год к нам присоединяются также музеи живых бабочек. Прекрасно. У нас остается не так много времени до завершения нашего эфира. Я думаю, что слушатели смогли оценить, как вы презентуете свой потенциал. Правда, с такой любовью, что приехать хочется прямо сейчас. Особенно, когда вы говорите про Шанги. Но, тем не менее, мы не зря начали свой эфир с того, что республика подошла очень серьезно к разработке концепции развития туризма в Коми. И мы видим, что кроме того, что есть опорный пункт, о котором сегодня мы рассказали, о Финогорском этнокультурном парке, есть такой пункт, все-таки развивается кластер шире, он очень хорошо зонирован. И самая большая всегда задача – это развитие инфраструктуры в этих центрах, в этих кластерах. И меня-то интересует, конечно, прежде всего природный. Простите, что я вот тут свой интерес какой-то затрагиваю. А у вас великолепная совершенно природа, и река Печора, и Ижма, и вот эти истории тоже интересны. Расскажите, пожалуйста, вот у нас еще раз уже 5 минут остается об этих вещах. Очень быстро, потому что я думаю, что самые интересные вещи. То есть буквально тоже вот неделю назад завершился у нас второй на территории муниципального образования Воркута. Это у нас арктическая зона, муниципалитет, который вошел в арктическую зону Российской Федерации. Мы провели второй международный туристский форум доступного Арктика, который и были у нас... Арктика – мечта каждого ребенка из Советского Союза. Это круто. Вы знаете, вот у меня такое ощущение... Во-первых, я ехала туда как организатор, но я ехала с мечтой пройтись по тундре. Даже не столько горы там арктические, не Карское море, ледовитый океан, который буквально в 70 километрах от Воркуты, а пройтись по тундре. Вот они, твои кустики, березки буквально ниже пояса даже, и ты, властелин мира, идешь по этому простору. Но я хочу сказать, что мы сегодня отдельно рассматриваем территорию Воркуты как именно кластер развития арктического туризма. Да, сегодня это непростой вопрос. Мы понимаем, что в это нужны вложения. Но сегодня уже там есть у нас туроператор. Это муниципальное бюджетное учреждение Центра отдыха и туризма города Воркуты. Сегодня классные ребята работают в этом центре, очень хорошие инструкторы. И я говорю это с точки зрения именно специалистов, которые с ними работают из других регионов. Вот буквально там сейчас были ребята пермские, группа пермских ребят, и туроператор Северный Урал тоже наш туроператор, хоть и находится в Перми, он и сейчас у нас тоже зарегистрирован. Они говорят, что вот с ними очень комфортно работать, потому что Арктик – это особая территория. Это особая ответственность, это вопросы безопасности. И самое главное, вот на форуме выявилось, что это вопросы безопасности не только туризма, но и безопасности экосистемы. Чтобы, развивая туризм, мы еще и сохранили экосистему, эту уникальнейшую, очень такую тонкую материю. Только что, и мы сегодня тоже говорим, вот наш глава республики очень активно об этом говорит, развитие именно арктической зоны и расширение арктической зоны на территорию республики Коми, потому что национальный парк «Юга-2», который буквально прилегает уже к арктической зоне, он сегодня тоже интересен, это приполярный Урал. И буквально вот в эти же дни у нас на этой территории прошел уникальнейшее мероприятие – это ультрамарафон «Трансурал». 230 участников пробежали до самой высокой горы Народная. Это какая дистанция, не расскажешь? Но сегодня есть уже в интернете ролики, видео, когда сами участники делятся. У нас сегодня виснет интернет, мы сейчас с тобой не посмотрим. Просто в первом части говорили о нашем полумарафоне, который в эти выходные состоит, Советские холмы, да, остается две минуты, я вижу. Ультрамарафон, ну, 21-42 километра, что-то в этой дистанции. Да, самое главное, я уже обратно ехала с ребятами, которые участниками были, и они уже хотят замахнуться на Полярный Урал, то есть это на территорию Арктики. Это, я думаю, что будет Константинов камень, и я надеюсь, что это будет. Это круто. Захотелось, Никит? Да, я вздохнула так тяжело. Я, конечно, и в тундру, и в Арктику очень давно мечтала попасть. Я на ультрамарафон. А ты на ультрамарафон начни с Вятских холмов. Нет, мы понимаем, что это не дешевый продукт сегодня. Арктика, к сожалению, да, она пока дорогая. Но по сравнению с тем, что, например, на землю Франца и Иосифа, как у нас прибыл гостем и экспертом директор национального парка Русско-Арктика, билет стоит 2 миллиона, у нас дешевле. Насколько? Ну, миллион? Мы доступнее. Ну, да, мы понимаем сами, это транспортная составляющая, это вездеходы и прочее. Ну, и нужно понимать, что это самый большой лесной массив, сохранившийся в Европе. Он именно находится на территории Республики Коми. И нам очень важно сохранять эту экосистему, которая у нас действует. Это девственные леса Коми, которая вот сейчас, только буквально вчера была опубликована информация Турстат, опубликовала, что девственные леса Коми, как объект ЮНЕСКО, вошли в десятку самых популярных объектов. Ничего себе. Да, туризм помогает экосистеме, помогает сохранять нашу природу и нашу землю. Чем больше людей, собственно говоря, будет об этом узнавать, тем ответственнее мы себя будем вести по отношению к нашей природе. Спасибо. Было очень интересно. Очень. Наталья Макарова, начальник отдела координации туристской деятельности Министерства культуры, туризма и архивного отдела Республики Коми. Елена Иванова, директор Финно-Угорского этнокультурного парка. Сегодня с двух часов в Центре культуры и туризма Кировской области в доме Витберга. Ждут вас всех с двух до, я не знаю, до закрытия, наверное, этого учреждения. Пожалуйста, всем, кому интересно узнать о туристском потенциале Республики, всем приглашение. А мы благодарим вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.